Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 октября. И вот раз я уже пришла в эту теплицу показать вам, как работают эти греющие ленты, как раз отвечу на многочисленные вопросы, которые приходят в связи с тем, что я вот здесь установила короба и сделала высокие грядки. Многие спрашивают, как же вы будете там, как обслуживать вот эти растения, ухаживать за ними. И действительно, после того, как я установила вот эти грядки, схема расположения томатов, схема посадки тоже изменится. Сейчас расскажу, почему. Ну, во-первых, вот эти две плахи, они ограничили вот эту площадь растений. Там немножко у нас ущемились они. И здесь дорожка стала шире, чем всегда я делала. Поэтому моя старая схема здесь теперь не подойдет. Я напомню, кто не знает, я высаживала два томата в одну лунку, в два ряда. То есть делила вот эту вот одну половину теплицы напополам. У меня здесь была дорожка. И здесь по две лунки. Вот так было. Две, две, две. Привязывала к одному колу. То есть в ширину у меня помещалось четыре томата. Теперь так уже не пройдет. Потому что если сделать здесь проход, расстояние совсем маленькое, я высаживать буду так же по два в лунку. Но уже расположение будет не вот так, не поперечное, а повдольное. То есть у меня лунка будет вот так вот в длину. И получится, что в одном этом коробе будет всего два ряда. То есть один ряд там, один ряд здесь. Но все томаты будут так же сдвоенные. И привязываться будет пара к одному колушку. Конечно, количество томатов увеличится. Уже 144 томата сюда не поместится, как я выращивала раньше. Но все равно вот эти уплотненная посадка по два в одну лунку, она позволяет немного больше вместить. Но уже столько, конечно, не вместится. Эти короба, они немножко нас как бы уменьшат количество. И про этот проход в середине у меня все спрашивают, как вы будете там, прям туда будете залазить или нет. Я не знаю, как я туда буду заползать, как я буду там лазить. Но, конечно, наступать туда все равно придется. Потому что какой бы длинная рука ни была, туда не достанешь. Тем более посынковать, подвязывать. В короб залазить придется в любом случае. Как это будет широкая дорожка или я буду просто делать вот так приступку и буду как-то... Ну, а как так не сделаешь тут? Ну, короче, это все выяснится весной. Как я буду там лазить, как я буду все это делать, я вам потом покажу. Но количество томатов из-за того, что я сделала короба, конечно, уменьшится. Все, до свидания. 21 октября на улице минус 5, теплица минус 3, очень холодно. Все, пойдем домой.